всем привет с вами андрей у нас рыцарь бумаги и пират 3 часть собственно у нас ежедневные награды ежедневный ход давайте заберем их нам дали кофе здесь дали книги но они 15 уровень для нас они бесполезны и собственно в маркете нам дали бесплатную награду и виде хилкина . б не актуаль также я забегал а также надо забрать ежедневную награду здесь таверне у нас 63 гена прокачиваем скиллы у нас пока максимальный 17 уровень в данный момент с книги 17 уровень нам нужно прокачивать библиотеку для этого чтобы у нас было выше прокачиваем у нас в инвентаре присутствует книги чтобы имели представление вот у нас присутствует инвентаре 9 книг еще 17 уровня книги выбиваются из собственной библиотеки либо смогу давайте прокачаем 18 уровня наших ребят точнее их скиллы чуть позже расскажу про город как у меня он прокачан и и мы сегодня вместе с вами прокачаем дальше продвинуться по сюжету немножко вроде все прокачиваем собственно шаман качаем до 17 уровня а у меня книг не хватает не хватает еще получается две книги нужно а еще две книги чтобы прокачать полозина ну вот собственно что вы имели представление что у меня за персонажем начнем слева направо вар профессор человек это профессора враги имеет 15 процентный шанс атаковать именно профессора клерик так называемый торгаш человек способность торгашь увеличивает золото 10 процентов за квесты рога татуировщица татуировщица снимает при начале вашего хода снимает один рандомный дебаф с вас ну либо с вас либо с ваших союзников зависит на ком он висит спать и в общем один рандомный дебаф и вешает один рандомный баф шаман констебль человек констебль это при начале боя вы рандомный ваш враг понижает инициативу в минимум очень полезно взаимодействие с рогой у него очень важный иметь первую инициативу а всем остальным очень важно иметь низкую инициативу собственно паладин человек рыбак так называемый рыбак это у нас получается враги десяти процентов шанса могут отбивать именно рыбака город у нас как прокачан у нас получается данж 5 кузнец 8 печка 7 хранилище 15 это максимальный уровень магазин десятый в данный момент в магазине зелено-синие вещи как видите потом библиотека у меня 12 храм получается девятый храм это в основном за рекламу смотреть все также и они делали 13 уровня это делали своих персонажей хранить также или тут присутствует награда на 7 часов и собственно называемая ратуша у меня 15 уровня это максимальный уровень ратуши вот собственно что делать каждый данж получается но вы можете ходить вместе спать и в данж зарабатывать там какой-то опыт неопыт и просто пробиваться дальше собственно кузнец вы улучшаете свое снаряжение также расщепляете ненужная печка вы улучшаете получается свое снаряжение с помощью сфер также его на восхождение отправляете тоже с помощью сфер восхождения ну собственно склад это хранилище всех предметов магазин вы можете покупать предметы за золото либо за кристалл но я рекомендую кажется золото брать аппаратуши я говорю это одно главное здание она прокачивает все остальные где ну собственно все ваши персонажи которые доступны данными которые мы могли бы играть я замечу что вы знали скиллы если ваш персонаж будет находиться очень долго бильдии у него скиллы сбросятся то есть они станут первого уровня то же самое произошло и с магом поэтому очень важно что ваши персонажи не были очень долго гильдии ну баф я говорил они за рекламу рассмотрим рекламу получаете бафы они примерно минут 30 для цариального времени ну собственно библиотека который мы сейчас будем вместе с вами прокачивать на плюс 1 уровень собственно прокачали библиотеку на проблему не ахнули мы с ним дайте посмотрим что следующая на сколько там можно 200 нафигеть ну ладно нам нужны просто книги уже выше уровням у нас 17 уровень как вы понимаете прокачалась ребята то есть у нас умение семнадцатого уровня поэтому нам книги нужно восемнадцатого уровня кроме паладин собственно давайте здесь кстати говоря на этой локации сейчас я покажу где анти реально находится вот она находится вот здесь вот практически рядом со стартовым городом учатся вот стартовая деревня респаун и ваш и вот равнины и вот здесь вот мы находимся рядом с этой но это квестовая локация нас сюда по кресту закинула и здесь на этой квестовой локации можно очень много отражателей убить отражатели это вот это вот номер 70 и вот собственно 65 также бараны которые мы я постоянно очень у них очень-очень сильный гард их очень тяжело пробивать из того что плюс они еще много хп имеют при себе вот давайте по квесту пройдемся у нас квест 38 уровня и нам дадут 33 кристаллика на него квест очень тяжелый судя по всему судя по награде давайте посмотрим у нас напали отражатели причем их очень много чтобы понимали тут один баран и все остальные отражатели это кстати очень плохо против отражателей работает тактика защиты потому что против них очень очень много урона будете получать почему нельзя ски нельзя бить по барану потому что вы скорее всего проиграете отражатели не бьют дотами соответственно навык блесс будет бесполезен то есть по сути лич и хиллер который у нас присутствует он бесполезен вот смотрите я бью по барану и они его защищают и мне сейчас возврат к удар 1000 прилетит поэтому бесполезно бить отражателей пока пока они есть в пати я бы сказал очень и очень и очень тяжело кастуем на себя дождь рога сейчас будет вырезать отражателей наш вар кастует на себя блок для того чтобы держать удар паладин кастует карта урок рога начинает вырезать начнем с номера 3 минус 1 паладин бесполезный потому что точнее не у кладина клерик данным бесполезный потому что он по сути ничего не может сделать но его задача основная для party давать магию группе поэтому он должен бить чтобы была магия у пати так называемая магический потенциал магической силы костюм второй раз дождь шаманом отражатель нас пытаются забить на них конечно ничего не получится а собственно учитывая то что танк может убить но давайте мы просто кастуем гард точнее не касту не гард а кастуем масс массовый агар на всех чтобы они согрались на нас паладин по-прежнему кастую гард ауру для того чтобы держать удар против отражателей только это работает рога начинает срезать дальше номер 3 срезали это минус 2 мы в теории можем добить вот этого отражателя надо белья тратя остался один баран у него теперь нет защиты его можно просто закидать дотами доты этой дебафы которые вешаются и эффекта них тикающий в основном как например на нем сейчас висит 60 точнее 21 череп зеленый как вы видите это означает то что на нем 21 яд нас таком барана скорее всего не получится застанить у нас паладин может встанить но он скорее всего не получится застанить рога продолжает срезать мобов минус 5000 минус баран бой пройден у нас 37 37 39 38 и 37 уровня мы пробили на следующий бой тут не присутствует мелкий как вы видите по номером 6 мелкий под номером 6 он безопасен по нему можно спокойно бить и он без проблем вы его убьете то есть и мелкий также не кастует каких-то дебафов на party поэтому на вражеской имеется ввиду поэтому в принципе блеск тут бесполезен на танка кастуется блок на шамана дождь дождь это лечение которое она постоянно лечится то есть мы по сути говоря с помощью этого лечения постоянно лечимся каждый ход как наш так и противника рога начинает вырезать отражателей начнем с номера восемь срезали номер восемь ну клерик бьет мелкого для того чтобы была возможность восстановить магию отряду танк один блок остался давайте мы вернем блоки а шаман второй раз кастует дождь они пробили шамана но шаман вылечиться в любом случае собственно смотрим у кого из них меньше хп режем у того у кого больше хп забили у нас минус 2 нам дали слиток серый для вас на бесполезен забили также еще последнего отражателя у нас остался один кабан кастуем гард ауру потому что кабан бьет по площади в 2 цели минимум у него удар около 2000 на кабана можно накидывать это слабость для того чтобы клерик ему нанес максимальный урон собственно его может бить рога но ему эффективнее бак степа мы все равно не убием ее 13000 хп поэтому просто на него к накидываем яд и с помощью слабости кастуем на него также у него теперь 50 и не слабость то есть у него слабость уменьшает урон цели по вам достаньте у нас скорее всего его не получится поэтому мы просто кастуем сало можно ему дать но сало он скорее всего задиспелить пытаемся согреть его на себя шаман пытается дать ему побольше яда но на него я почему-то не прокает удивительно у меня у шамана стоит тренька на я 30 яда при ударе но у него почему-то она не прокает смотрим сколько у него хп 2000 и бак степ и собственно мы ее должны срезать его да причем даже крита не было что удивительно два обоя мы прошли нам дали бесполезный слиток у нас таких около 600 штук собственно квест закончен нам дали гемы и далее склянки на энергию для всей пати нам собственно ветеранская книга на тринадцатую для вас она бесполезная собственно 3-4 гема и достаточно много это 40 уровень квеста достаточно тяжелый для нас может быть можем просто элементарно для сегодня пройти но все-таки посмотрим но у нас особо вариантов нету поэтому нас зажали в на одной локации поэтому если мы их не убиваем значит мы будем качаться до тех пор пока не убьем их на одной локации то что мы с этой локации очень не можем никуда тут можно бить только мелкого как вы видите мелкий очень больно раздамаживал нашего этого клерика если клерик упадет пати можно будет сказать проиграет нам придется очень долго очень нужно воскрешать манну нашей пати наш вар кастует блок на себя кабан походил он снял шаманную часть хп рога начинает срезать мусор под номером 4 убрали клерик бьет по мелкому шаман кастует дождь постоянно паладин гартауру дает поэтому очень важно паладин и качать именно физ атаку для того чтобы его гартаура была максимально сильная у нас один блок остался поэтому давайте прокачаем блок рога продолжает вырезать мобов он теперь номер 9 уклонение нам не хватило для того чтобы парировать этот удар фиг бы с ним бьем отражателя клериком и бьем отражателя шаманом кастует паладин гартауру ждем удара этого барана переагреваем его на себя как видите ударил по площади уклонение не помогло защититься от этого удара как вы понимаете его надо бить только ядом ну либо ядом либо чем то другим аж потому что бак степ он по сути не сработает потому что у него как вы видите 16000 кп для нас это очень очень много яд на него не кастуется поэтому скорее всего нужно было что-то другое оставить вместо яда сон скорее всего на него не просто не кастуется у меня просто есть сон яд и в принципе все из того что я пока смог выбить даем на него слабость для того чтобы клерик мог его раздамажить но он слабо слабо сразу снял яд объем слабостью у него хп осталось тысячи но яд на него не кастуется яд на него почему-то не кастуется непонятно видимо у него иммунитетный яд паладин может попытаться ему дать сало но он скорее всего снимет даем ему еще раз слабость на 33 это 66 слабость но он конечно же не снял у него хп осталось 1000 мы его режем бак степом 5000 собственно этот кабанчик закончился получили бесполезные зелья первого уровня но только на начале полезные слиток серый нас он тоже бесполезен получили книгу 13 уровня бесполезная и немножко гемов его можно сразу убрать для того чтобы она в инвентаре не мешалась как видите у меня этих слиток 500 штук ну куда мы как видите мы можем что-то прокачать давайте прокачаем у нас собственно посох до 18 уровня и собственно плата армор до 11 по максимальному уровню которые вообще возможны собственно по крайней мере по моим наблюдениям если смотреть это получается серая экипировка 10 уровень максимальный зеленая 15 синие 20 фиолетовый скорее всего 20 25 оранжевый это будет 30 перерождение собственно так называемое собственно восхождение лучше всего делать на максимальном уровне экипировки то есть когда она максимального уровня она достигла капа потому что статы берутся начало изначальные те которые присутствуют вне экипировки в данный момент то есть если вы например прокачаете возьмете посох например сейчас дадите ему например хилку да он будет качаться но если посох прокачается еще дополнительно он будет более эффективен то есть 20 уровня если например посох синий взять он будет более эффективен нежели с восемнадцатого поэтому как то так собственно продолжаем проходить класс у нас 50 я шуры квестом говорят на самом деле это очень многое нам дадут тут хилочку но это тяжелый бой судя по всему будет потому что квест 50 уровня но хотя не смотрите опять же баранчики в принципе с баранами может встречались давайте посмотрим их уровень и сколько хп у главного барана который сейчас номер десять у него девятнадцать тысяч хп ну чё стандартной схемой бахнемся на уклонения рога хотел бы бить но ему а точнее клерик хотел бы бить но ему не смысл бить особо нет никого поэтому просто блесаемся чтобы хоть что-то он смог сделать паладин гарта урон держим удар могу сказать танк отдает блок удар был 3800 мы выдержали правда возвратка прошлась очень больно шаман практически упал шаман включает дождь ходит кабан собственно срезаем отражатель это номер четыре номер четыре срезали правда он возвратки по нам ударил нам не хватило уклонения нам нужно один раз ударить кого то скорее клериком имеется ввиду давайте попробуем ударить удар был 1000 хилл не выдержал конечно же но все таки гард тестуем блок как видите остался один давайте еще четыре добавим очень больно шаману 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 очень больно бьют второй раз кастуем дождь шаману баран после массовой атаки постует одиночную собственно вырезаем второго номер шесть у нас остался номер семь из отражателей в идеале в идеале сейчас его ударить и добить у нас не получилось его добить но я думаю он от яда должен погибнуть гард аура держимся как вы видите мы можем агрить поэтому давайте просто сагрим всех на себя так он должен выдержать в принципе 3700 удар по танку был танк выдержал за счет блока начинаем раздамаживать этого барана яд очень сильно его расхреначил но он забрал шамана судя по всему да он в ответку забрал шамана мы можем срезать заднего но нам урона не хватило его добить воскрешаем шамана на бой шаман кастует дождь чтобы на него тоже работал и гард ауру видимо не сработало гард ауру не смогли очень много урона получил шаман около 2000 3600 бьет мелкий кабан от яда погиб на него прокнул яд который шаман на него наложил поэтому он погиб тут 1000 хп давайте его срежем нам дали зеленый пос точнее зеленые копья он и бесполезный ну и собственно наш упал квест закончен нам дали гемы дали хилку воскрешаем шамана на 7000 а нам дадут двадцать первую аж книгу это очень 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 высокий уровень это прям капец какой высокий уровень это чтобы вы понимали это двадцать первого уровня книга это девяносто девятый уровень квеста я не представляю что там будут за враги я думаю мы скорее всего не готовы к этим врагам но мы все таки посмотрим все равно в любом случае вылезли от того мы в любом случае посмотрим что там за враги потому что девяносто девятый уровень квеста это максимальный уровень квеста по крайней мере хотя нет я видел 105 но награда конечно впечатляет давайте посмотрим но не основном не майн квест это был это был побочками квест он был 105 уровня если не ошибаюсь давайте посмотрим мы видимо против вот этого будем сражаться да на самом деле это ужасно мы против него ни хрена толком сделать не сможем даем уклонение и ждем что он будет делать ну тут конечно же в первую очередь надо отражателей вырезать давайте посмотрим сколько хп у него 60 тысяч хп это черный мак в первую очередь конечно отражатели надо вырезать кастуем блок кастуем блэс не знаю что будет делать этот мак ну и гард ауру стандартно ходит номер 8 3000 удар и собственно дождь шамана кабан выжил кабан походил все выжил все жилы пока хорошо режем номер 4 4 у нас не получилось его срезать это хреньха походило щупальцами у меня убило просто ваншотнуло ахила мы скорее всего проиграем этот бой я не представляю что тут должны быть за персонажи чтобы его могли пробить давайте посмотрим что у нас дебафы висят давайте посмотрим что у нас дебафы висят какие-то странные дебафы на самом деле рога не смог походить почему-то а давайте скастуем зелья вот например на энергию дадим всем энергии попробуем еще раз срезать номер 3 у нас не получает это сделать я не понимаю как их проходить давайте попробуем просто кого-нибудь ударить у нас по прямой урон проходит то есть ясно то есть я неправильную тактику видимо выбрал тут нужно именно прямым уроном бить то есть не бак степом а именно прямым ударом прямым уроном я видимо неправильную тактику выбрал давайте попробуем воскресить этого нашего союзника не знаю что у вас это получится а то есть мы воскресить союзника не можем в бою то есть только заблаго времени я понял я потерял только что феникса потерял только что феникса прямой урон не проходит то есть бак степ не проходит то есть скорее всего нужно было чем-то другим ведь словно сказать чем конкретно на и попробуем ядом ударить его а ведь у нас не получается им бить а слово совсем то есть получается он как-то скиллы что ли нивелирует я просто не понимаю но у меня вся party попадала это очевидно мы просто не готовы явно к этому могу я не понимаю почему урон не проходит прямой урон проходит не ну в принципе если прямой урон проходит то мы его убьем в любом случае горта уже кастуем просто если прямой урон проходит то мы убьем но это будет очень очень долго воскресить это понятно причина не сможем какая грязь мильт контроль это пиздец то есть он за контролем нашего персонажа и теперь наш персонаж будет играть против нас мне но это не пробивается но совсем мы так все пати потеряли я честно я не представляю как это бить ну да это минус минус шаман ну понятно то есть нужно эту эту компанию нужно бить руками ясно то есть я неправильно изначально бил это хреноплетина из меня маму магию высасывает ну да мы тут проиграли явно пусть еще на на дан этот нехороший человек под названием танк на на против нас дерется хоть понятно убить их можно но это очень-очень долго я думаю надо перед перезабегать их надо убить руками именно не скиллами как я пытался дважды убить рогой а именно руками ну собственно дефит квест фэйл и у меня вся party просто лежит да не на самом деле мы могли выиграть я просто дважды тупил не понимал почему он не бьет скиллами если бы он бил бил бы скиллами внимание нам дают фиолетовый армор бесплатно на самом деле мы могли его бы его убить но у нас просто не хватило опыта опять же там был контроль то есть из-за контроля мы по сути говоря ничего не могли сделать то есть мы только убиваем оба он у нас сразу же у нас собственно новый армор это фиолетовый по понятно причинам он лучше чем наш текущий поэтому стоит сразу переодеть нашим ребятам его я у нас вы даже целых два не фига но в любом случае стоит переодевать почему потому что они лучше как вы можете увидеть увидеть давайте я покажу вам это вы тоже это увидели видите да что она лучше уже по всем статам единственный вопрос что ей бафают давайте посмотрим на скилла что это вармору бафует вот такая гранитному бафует скорость а этому что бафует а этому бафует атак пауэр на самом деле нам в принципе без разницы что ему бафует для вот такая танка это шикарно будет нам в любом случае надо переодевать броню поэтому нам особо рейн цене переодеваем им всем броню теперь у них у всех синяя броня теперь постоянно ходит сильнее то есть у них по идее хп немножко подросло в идеале остальным отдать наш доспех как у нас завалялся это на энергию соответственно деф крит соответственно это нам нужно похожим ребятам магическим давайте сравним посмотрим как вы видите нашу лучше поэтому давайте его поменяем местами понятное дело что синий доспех будет лучше рога обратите внимание вообще полушонку и давайте мы хоть что-нибудь отдадим этот доспех наверно можно расщепить либо хотя я думаю лучше другие доспехи расщеплять это все-таки 15 уровня доспеха пока уберем уберем его хранилище книга 13 уровня бесполезно как вы понимаете на самом деле мы могли бы там победить мы единственное с его абсорду мы бы очень долго дрались потому что тяжело бить то что практически не бьется мы бы убили всех его приспешников сто процентов единственное вот этот контроль который у него то есть нам нужна вот эта шапка защиты от контроля была бы теперь у нас 2000 здесь 1300 какой ты смешная а уклонение 700 ну просто понятие неплохо тут 900 тоже побочный квест он такой по принципу поговорить давайте они поговорят нам отдадут награду на самом деле его нужно этого мага ослаблять потому что там у него тем более еще а critical на самом деле я просто не смог убить скиллами если тебя смог убить скиллами я бы убил всю эту пати но опять же видите я не смог без скиллами из-за этого пати вся легла То есть я, грубо говоря, дважды атаковал, и я дважды мог бы забить. Я только потом понял, что она просто скиллы и удар не проходит, проходит только обычные атаки. На самом деле можно было бы даже с обычной атакой их убить, если бы я вовремя это понял. На самом деле, если дать еще раз возможность переиграть этот бой, я бы, скорее всего, его даже выиграл. Хотя не факт, но все-таки был бы больше шансов. Собственно, тоже квест-говорилка, ничем не примечательный, дает нам склянки и кристаллы, где бы клад не прийти максимум. На самом деле я удивлен, что нас не заставляют с ним еще раз сражаться. Просто, как говорится, сказали поражение, поражение, отдыхайте. Нам еще дали немножко гемов. Обратите внимание, это получается дубинка какая-то. На самом деле она для магов шикарная, ее, наверное, стоит использовать и переодевать. Но проблема дубинки в том, что она, обратите внимание, по цене, сколько она стоит. То есть у наших магов, видимо, новая дубинка будет. Тут спелл, скорость и уворот. Она как раз для магов, это шикарная дубинка. Ну, учитывая то, что у нас магия тахилы, соответственно, для них она будет шикарная. Плюс тут три треньки, она плюс фиолетовая. Давайте ее посмотрим в целом. Тут, скорее всего, будет бой, причем достаточно тяжелый. Ну, не такой тяжелый, конечно, как тот, на 99 уровень. Ну, я думаю, вот этих кабанчиков мы должны осилить, а не 39 уровень, если не ошибаюсь. То есть, в принципе, не самые сложные. Ну да, тут 16 тысяч, мы с таким уже встречались. Плюс мы переодели армор, то есть нам, в принципе, менее страшно будет с ним драться. Тут нам бить некого, поэтому, в принципе, можно блэс нажать. Кастуем блок. Ну и, собственно, карта ауру. И рога начинает срезать. Нет. А эти еще у шлепки не походили. Давайте подождем, пока у шлепки походят. Барашка походил. Срезаем, собственно, задника. Срезали заднего. Кастуем второй раз дождь. Там контроль. Дело все в том, что была бы еще шапка на защиту от контроля. То есть, например, на того же хила, не хила, на танка. А он, видите, он, ближайший его взял под контроль и что-то ему сделает. Мы в любом случае с этим черным магом встретимся наверняка. Он, скорее всего, будет как финальный босс до этого. То есть, у нас уже босса еще с ним, пусть не пересечемся. Тут сгадалки не сходи. На самом деле, мы непонятно, как из контроля вытаскивать. Наших врагов. Ну, кроме как шапка, которая у нас есть. Шапочка из фольги, так называемая. Она нам может помочь вытащить из контроля. Но, опять же, а кроме нее рога, кстати, упал от урона. Ну, врачного. Офигеть. Ну, сейчас мы его воскресим тогда. Не дадим ему уклонения. Этот барашка ударил по площади своей способностью. Давайте начнем его раздамаживать. Ну, на него, видите, 30 яда настакнулось. Теперь ему будет урон прилетать постоянно. Также мы ему еще 10 яда можем кинуть. 41 уже на нем. Также можно ему дать слабость. 30 яд. Пускай пытается снять. Стан, он, скорее всего, не снимет. Теперь попробуем. Нет, стану задизейбл. Я, кстати, обратите внимание, очень сильный яд. Если ему в идеале бы еще яд настакать, то есть барашка, скорее всего, от яда упал. Там не присутствует слабость. Избьем слабостью. Ну, и, собственно, рога дорезает. Рога упал по понятной причине, потому что у нас нет. Мы куда-то едем. Проблема в том, что у нас один персонаж погиб. И мы сейчас просто охреневать будем. Не, ну, понятным причинам мы не готовы драться с ними. Мы их можем убить без проблем, но мы не готовы с ними драться. Судя по экипировке, они... Ну, номер 3 в первую очередь ложится. На что-то повесили. Странные, интересные. Воскрешаем нашего союзника. Рога бафается на крит. Урон на защиту. У них там паладин на задней ряде в ряду стоит. И он нам... Ускоряем рогу. И начинаем срезать цели. А, обратите внимание, опять урон не прошел. Очень странно, почему у нас уровень не проходит. Опять надо, видимо, руками бить, блин. А, у него, наверное, этот... Я понял. То есть нужно срезать кого-то другого. О! Давайте попробуем Посмотрим, что по хп у них Две тысячи, но они, видите, они дрищи все Но из-за того, что их очень много Практически одного срезали Он накинул сетку, но сетка ему не поможет Как вы утомили ходить Дайте мне походить, алло Вот мне вот это не нравится Из-за того, что они постоянно 300 ходов И они вот, пока там я похожу Я сейчас еще раз похожу И вот они вот пока будут, блин Два часа ходить Ты утомишься ждать Пока они там все дружно походят У него возвратка У центрального возвратка стоит Но ему это все равно не поможет Все, это минус по идее Да, минус один В какой-то веке мы одного убили Ну, доты, скорее всего, их пробьют Судя по всему, четверка Это у них этот Мага Хил какой-то сильный Который за счет цены своей жизни Хилит других По понятным причинам, что тамплиер Кладется последним Потому что они слишком жирные Как их гладиатор Лучше уж бить по отражению Сколько-то выхилить Вон, стал онпел на себя Собственно, мы в теории Можем забрать гарда Но я сомневаюсь, что мы его заберем Давайте попробуем Да, мы смогли забрать гарда У него включилось бессмертие Но его бессмертие не спасет Потому что Тогда все остальные апатии его ляжут Они поменялись Жизненными силами, судя по всему Это было его ошибкой Потому что танк у него упал Из-за этого Надо сказать, что это наподобие тамплиера Даем ему сало Понятное дело, что он его скорее всего снимет Но все-таки Ну и все, собственно Весь бой Ну и собственно рога Как обычно упал Ну и все, собственно Мы завершили Получили предмет Собственно для магов Ну и на этом мы, наверное, другу воскресим А на этом нам закончим Мы вообще в каком-то вагоне, блин На самом деле нам нужно Закончить этот диалог Для того, чтобы они Между собой там сопли поживали Друг другу Ну потому что это чисто диалоговый квест То есть нам сейчас бесплатно все отдадут По-быстрому Чисто за диалоги Вот, собственно И опять здесь Опять какой-то диалог у них А самое обидное, что они навязаны То есть мы не можем отсюда Выбраться Вот опять, смотрите, взял А нет, тут уже Тридцать первый уровень Тут какой-то бой будет Собственно мы к бою явно не готовы Как вы видите У нас присутствуют посохи Агномагов Давайте их сравним Не пойму я Почему нам не дают Ладно больше сравнить посохи Гранитовый доспех прокачался Опять, видимо, придется качаться Давайте посмотрим Хоть где мы территориально находимся Мы находимся вообще Где-то между равнинами И лесом Где-то вообще в пустоте В какой-то, блин Едем мы с кем-то разговариваем На самом деле это очень плохо Потому что нам не дают возможность Покачаться По мобам здесь какие-то курицы А за 8500 хп Ну это же охренник Как я эти курицы бить Но это опять же Это будет, скорее всего, в другой серии Потому что непонятно Что с ними курицами делать еще А золота нам, скорее всего, За улучшения не хватит, да? Да, нам не хватает буквально двух монет Но вот вы сами видите, что у нас тут 219 и 221 Нужно, чтобы получить следующий уровень книги И мы смогли скиллы себе на плюс один уровень прокачать Ну что-то как-то, видите, сюжет прямо линейный-линейный То есть мне не дают возможность куда-то выйти, например, из этого поезда Не хочу я, например, в этом поезде быть Мне не дают возможность выйти То есть у меня возможности выбора, по сути говоря, нет Кроме как вот идти убить события, не знаю, птиц И кто это такие Черепахи Ну, не важно Опять же, непонятно, почему они не меняют экипировку Не дают им возможность ее посмотреть Вот, смотрите, экипировка, собственно Ну, вы видите, да, что она явно сильнее То есть экипировка, по сути, зеркало Но она сильнее Нам единственное, нужно будет забирать Получается, камни оттуда Но камни, опять же, не сможем мы забрать, скорее всего Поэтому давайте переоденем сразу экипировку Нам единственное, придется ее кому-то отдать В бумагу, например, какого-нибудь Защитный, особенно не актуален Собственно, один посох И вот тут где-то у нас второй гуляет Защитный посох И мы сюда отдадим Ну, вот, собственно В принципе, эти два можно расщеплять У нас магов нету Наконец, еще мы их купим Что касаемо камней Камни не получится вытащить Поэтому нам только расщеплять остается А вытащить не получится Камни Вот, собственно, эти два Посоха Ну, опять же, нас зажали на одной локации То есть я бы, может, хотел бы, не знаю В оффлайн время, которые себе поформить Но на этот, как видите, не получится Единственное, только об этих куриц поубиваться Ну, вот, если только так для начала побить их Посмотреть, что они из себя представляют Но, опять же, это будет уже в другом выпуске Опять же, надо будет прокачать им в посох Поставить тут три Соответственно, нужно Поставить будет им каких-нибудь камней И не камней Для того, чтобы они себя чувствовали покомфортнее Но, опять же, это будет в другом выпуске Поэтому всем спасибо за просмотр С вами был Андрей Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok